Добрый день дорогие друзья тема сегодняшнего блога чай и спорт очень много среди наших друзей среди друзей мой чай спортсменов профессиональных и начинающих также очень много поступает вопросов на тему того как комбинировать увлечение чаем и профессиональный спорт сразу скажу так что как случае с профессиональным таким спортом так и случае с чаем везде важна золотая середина как вы естественно знаете то есть чрезмерные тренировки тоже как и чрезмерное чаепитие но вряд ли понесут здоровью пользу поэтому самое главное и в чае прежде всего взаимодействие и с активным каким-то образом жизни это какое-то скажем так внимание к себе и внимание к тому что употребляете внимание к своей реакции на это скажем так употребление в данном случае на чаепитие если говорить конкретно про тренировки то есть сорта чая который хорошо увидеть перед тренировкой чтобы немножечко как бы себя зарядить взбодрить есть чаи которые хорошо попить после тренировки чтобы расслабиться и отдохнуть у разных людей эти чаи естественно разные но наверно можно сказать что так если совсем обобщенно то скорее такие зеленые чаи или возможно еще сильно ферментированные чаи хороши вначале полуферментированные улуны да или может быть травяные опять-таки да чей то есть уже не чайный чай хороши после еще есть такой факт то что например кудин обладает таким свойством кудин это как вы знаете это не чай это две разновидности есть кудина это так горькая трава переводится с китайского и значит кудин падуб который такие вот в иголках в основном распространены есть кудин шуисю которая делается из одного сорта беличины это значит в сучуане так вот кудин и тот и другой кстати он обладает таким свойством как ослабление мышц то есть после каких-то таких вот серьезных напряжений очень хорошо его тоже попить касательно общем общей чая и кстати особенно может это касается шу-пуэра ускоряется метаболизм ускоряется какой-то такой обмен веществ очень хорошее при чая то есть вот но и как основное конечно же свойство это стимулятор то есть энергетик который при этом не вредит здоровью особенно если вы следите за собой и как бы следите за нормой потребления который кстати укажу своя но вот немного в этом видео я говорил про дозировку по потреблению то есть сколько пить чая не менее важно конечно же психологическое состояние которое дает чай а настолько сильно связан чай кстати и восточное единоборство в том же китае японии да потому что очень многие спортсмены как раз занимающиеся ушу занимающиеся другими китайскими единоборствами они пьют чай и нет никаких то там норм и дозировок то есть пьют они довольно много и нет никаких противопоказаний к этому более того вот единственная еще распространена конформация то есть несколько раз не задали опросу вот я слышу про какие-то похудательные там свойства чая мне нужно оборот там по метро и рассказал набирать массу а я значит вот тут пью чай и не похудею ли я не похудейте я вот что ты как-то вот уже столько лет плохо отвечаю что-то пока сиди как не похудею хорошо чтобы одновременно и похудеть и пить чай это нужно очень активные упражнения которые направлены именно скажем сброс веса тогда конечно может быть вы и будете подтягиваться но это зависит еще от человека индивидуальных особенностей вообще свойства чая основное свойств чая это выравнивать и причем выравнивать во всем и в психоэмоциональном состоянии в плане может быть веса и в плане какого-то энергетического настроя да то есть это основное на основное свойство и в данном случае просто нужно дегустировать пробовать какие сорта как на вас влияют и обычные спортсмены они это быстро замечают в своем состоянии потому что они в принципе для них свойственно слезить со своим физическим телом и отслеживать свое текущее расположение духа там да то есть и психоэмоциональная и физическая то есть насколько ты чувствуешь себя бодрым при поднято состоянии при поднято настроение но и конечно же очень важно то что в чае содержится огромное количество витаминов и антиоксидантов то есть целый комплекс полезных для организма витаминов и если вы в принципе употребляете какие-то витамины то я думаю что чай по содержанию как бы скажем таких искусственных витаминов может даже многие обогнать не зря как бы в общем так как я уже говорил все профессиональные спортсмены в китае активно чай употребляют кстати я где-то даже видел интервью с членом сборной олимпиады китайской как вы видели сколько там был победителей вот который сказал что его спросили там что вот почему так вот так здорово выступили что он больше всего помогло я говорит очень много пью чаю то есть такие отзывы я тоже слышал поэтому я думаю чай и спорт очень хорошо совместимы вот главное выбрать тот чай который лучше всего подходит именно вам желаем приятных чаепитий хороших занятий хорошего здоровья и до новых встреч